вот ребят привет собственно я понял что я в прошлом видео не договорил кое-что да зачем например нужна память для него а память нужна как раз для эти для загрузки каких-то звуков до которых нет изначально в нем вот ну то есть вполне может быть такая ситуация когда захочется каких-то звуков новых там ну и так далее и с ними уже экспериментировать да вот поэтому собственно память нужна к сожалению она стоит как я говорил там но в общем запредельных денег но что делать придется придется под как это у нас говорят наши эти правители под затянуть там пояса туда-сюда чем не жрать ничего толком да и копить на на эту самую память она нужна при том что сами сэмплы они тоже их же ну как бы они же не просто из воздуха берутся да их тоже люди делают на таких же в синтезаторах они там крутят вот эти все ручки там ну и так далее в общем записывают все это все эти сэмплы с там с реальных инструментов в том числе и как бы потом выпускает такие готовые скажем так библиотеки которые в общем-то немалых денег тоже стоит поэтому вот так но я слышал что там в общем ими обмениваются музыканты поэтому может быть где то там можно немножко сэкономить вот так вот по-моему я еще не рассказал про вот эту до аудиоплату что аудиокарту как правильнее да и какие еще плюсы в ней есть плюс в ней есть такое что например один раз настроив ее то есть системе да когда мы там все сохранили и так далее далее вам уже не нужен компьютер да вы можете просто ее стартануть то есть там сзади у нее включатель есть включить ее если синтезатор у вас подключен и подключены колонки вот они сейчас подключены то в общем будет все работать и без компьютера то есть ну по сравнению с внутренней до обычной карты какой плюс нет шума компьютера там и так далее то есть вы ее включили и все уже можно играть да про папа 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 и так далее что ну в общем то удобно удобно вот что еще хочу показать ну что для меня было немножко неожиданного сейчас у меня открыт некий проект да я его сейчас закрою закрою закрываю и все и вот сейчас я запускаю значит киквок да у меня на другом мониторе запускается да ну хорошо я открываю свой последний проект проект это просто ну скажем файл до которые вы делали и да на другом мониторе у меня открылась вот это окошко на самом деле это окно как раз если здесь заголовок посмотреть да вот здесь как раз сейчас видно да море xf и с ти да это вот как раз вы стоишь как который соединена то есть плагин соединенный с синтезатором но в данный момент он не соединен вот на что указывает вот эта надпись of line означает что он не соединен чтобы нам скажем так подгрузить все то что мы сделали в нашем проекте на компьютере обратно в синтезатор и потом это использовать нам соответственно нужно нажать вот эту кнопку вот я и нажимаю здесь такое окошко еще у нас всплывает вот ну и в данном конкретном случае поскольку у меня там нет каких-то специфических настроек по звуку я синхронизирую только скажем глобальные настройки глобальное то что это настройки спецэффектов в частности хоруса и реверберации и собственно текущие настройки используемые в данном проекте то есть настройки на каждый канал под голоса вот я нажимаю кнопку старт и после этого на самом деле все настройки из компьютера будут применены здесь на синтезаторе вот значит я нажимаю эту кнопку и да это такой процесс не очень быстрый особенно кстати если выбрать вот эту опцию войс и там когда у меня память будет да как раз я ее тоже буду выбирать но сейчас у меня памяти нет поэтому поэтому все довольно быстро происходит и что у нас здесь да все настройки из компьютера перетекают то есть синтезатор и собственно мы после этого можем что сделать ну просто ну просто начать в из в из в воспроизведение да ну да в общем вот так это все происходит так что не знаю что еще добавить вот так я работаю да такие такие пироги